Первые итоги внезапной проверки боеготовности вооруженных сил России. О совершении крупных манёров, которые прошли по всей стране, было объявлено в 15 часов по московскому времени. Но ещё до этого Национальный центр управления обороны, особый секретный объект, были приглашены зарубежные военные аташе, в том числе и стран НАТО. Такая открытость российских военных поразила их не меньше, чем сами учения. С условным противником подразделения боролись 6 дней на земле, на воде, в воздухе. 80 тысяч солдат и офицеров подняты по тревоге в понедельник. Внимание! Тревога! Тревога! Проверить боеготовность – приказ Верховного главнокомандующего. В учениях задействованы Северный флот, воздушно-десантные войска, несколько военных округов. О манёврах Москва уведомила партнёров по ОБСЕ. Кадры учений сегодня демонстрировали в Национальном центре обороны. Главные зрители – десятки военных аташе, которые работают в России. Часть дипломатов – представители стран-участниц НАТО. Их приглашение на командный пункт как успокоительное. Североатлантический альянс весьма болезненно реагирует на манёвры внутри российских границ. При этом нельзя не заметить, как НАТО усиливает свою активность в Европе, особенно в её восточных районах. Страны НАТО проводят учения. Ваши самолёты летают вдоль российских границ. Ваши корабли подходят совсем близко к берегам России. Мы же не устраиваем истерики в отношении ваших учений. Хотел бы подчеркнуть, что в конце прошлого года президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, одобрил новую редакцию военной доктрины России. Это сугубо оборонительный документ, направленный на обеспечение национальной безопасности России в меняющихся условиях. Внезапные проверки вооружённых сил стали эффективным средством повышения боеготовности вооружённых сил. Эти проверки стали обычной рутиной жизнедеятельности вооружённых сил. Мы их проводили и будем проводить в дальнейшем. 11-й раскреп, подъём! Ракетная установка «Точка-У» уничтожает командный пункт противника. Стрельбы проходили в Приморском крае. В это время на другой конец страны, в Калининградскую область, слетаются самолёты ВВС. Бомбардировщики Су-34 и модернизированные истребители Су-27 уничтожали условного противника. Самая зрелищная и тяжёлая часть манёвров в северных широтах. Заполярье – тоже зона учений. Впервые задействована в тренировках арктическая мотострелковая бригада из Мурманска. В помощь ивановские десантники. Для обороны рубежей их перебросили на новую землю и на архипелаг Франца Иосифа. Мы должны быть готовы к адекватному реагированию на весь спектр современных вызовов и угроз нашей страны. В том числе и в арктическом регионе, где у России традиционно присутствуют собственные национальные интересы, требующие защиты. В рамках проверки отработаны вопросы переброски войск на значительные расстояния, защиты государственной границы Российской Федерации на суше, в воздухе и на море. Это была еще и серьезная проверка системы управления. Пока длились учения, жарко было в Национальном центре обороны. Святая святых российской армии. Объект стратегический, посторонним сюда не попасть. Так что сегодняшний визит иностранных атташе – событие уникальное. Они здесь впервые. Если честно, этот центр произвел на меня очень сильное впечатление. Его возможности, его функционал по управлению вооруженными силами. Это здание, это самое закрытое, ну давайте скажу так, самое секретное. Здание Министерства обороны. Круче уже, как говорится, нет. Тем не менее, мы сделали максимум возможного для того, чтобы коллегам рассказать, что можно. Мы сегодня внимательно или подробно пояснили им наши задачи, наши цели. Мы не собираемся ни с кем воевать. Это особенно важно, чтобы все поняли накануне грандиозного, святого нашего праздника – 70-летие победы Великой Отечественной войны. Я просил сегодня военных атташе, я вас очень прошу, направьте, пожалуйста, честные отчеты в свои столицы. Мы хотим сотрудничать. Не надо делать из нас какого-то монстра, который угрожает миру и безопасности. Это абсолютно не так. Давайте жить дружно. Представители российского Минобороны заявили, что эта акция не будет разовой. Иностранных военных они намерены регулярно приглашать, чтобы те лично могли наблюдать за разными этапами учения. Денис Давыдов, Александр Овшаров, Наталья Сидорова и Руслан Башко. Первый канал. И сегодня же на боевое дежурство в Мурманске области заступили два новейших зенитно-ракетных комплекса С-400 «Триумф». Поражать воздушные цели они могут за 400 километров даже на сверхмалой высоте. Причем неважно, сколько их одна или несколько десятков. Аналога в мире такой системе нет. Это подтверждают самые авторитетные военные эксперты. Прежде чем прибыть в Заполярье, С-400 испытали на полигоне в Астраханской области, где были успешно поражены более десятка летающих объектов. Российский МИД сегодня выступил с жестким заявлением в адрес властей Украины, обвинив их в грубом нарушении минских договоренностей. Все слова киевских руководителей о том, что боевая техника в Донбассе отведена, снова оказались блефом, подчеркнули на Смоленской площади. На кануне программа «Время» показала кадры, снятые корреспондентами агентства «Рейтер» на учениях батальона «Азов» под Мариуполем. Боевики отрабатывают стрельбу из крупнокалиберных гаубиц Д-30, дальность которых 22 километра. Все происходит у деревни Широкино. Это прямо на линии соприкосновения сторон конфликта. По минскому плану, такого оружия в этой зоне, в принципе, быть не должно. А тут оно еще и стреляет. МИД России призвал власти Украины не вводить в заблуждение мировое сообщество и строго исполнять взятые в Минске обязательства. После этого заявления, кстати, агентство «Рейтер» поспешило изменить исходные данные своего видео. Дата съемки та же, а вот место уже не Широкино, а населенный пункт Урзув. Это в 45 километрах к западу от Мариуполя. Тогда как зона отвода гаубиц 25 километров от разграничительной линии. Иными словами, с таким описанием Киеву как будто уже нет вопросов. Хотя все-таки есть, судя по новости последних минут из Донецка, по словам замкомандующего силами самообороны Эдуарда Басурина, боевики подальона «Азов» ведут огонь в районе Широкино из гаубиц Д-30, якобы отведенных от линии соприкосновения. Проще говоря, он подтверждает местность и оружие те самые из материала, которые агентство «Рейтер» распространило изначально, до того, как сегодня еще раз передало подписчикам те же кадры, но с другим указанием места событий. Как сказал Басурин, гаубицы «Азов» получил несколько дней назад. Эта батарея стреляет и ночью, и днем, после чего меняет район, чтобы не попадаться наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они, кстати, подтверждают, что большинство нарушений минских договоренностей происходит по вине Киева. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров в интервью нашему коллеге Сергею Брилеву. Министр высказался за то, чтобы наблюдатели чаще информировали о происходящем. Мы настаиваем на том, чтобы доклады миссии сразу же распространялись для стран-членов ОБСЕ, а не направлялись в Вену для редактирования и препарирования. И те факты, которые доводятся до стран-членов ОБСЕ, говорят, что примерно 80% случаев проблемных, либо несоблюдение обязательств по отводу войск, либо отказ пропустить наблюдателей в ту точку, которую им хочется посетить, 80% связано с действиями украинских силовиков. Может быть, поэтому мой коллега... Лавров подчеркнул, что не получится приписать минские договоренности, достигнутые в результате 17-часовых переговоров и одобренные Советом безопасности ООН. Возможно, там есть положения, которые можно по-разному толковать, но не до такой степени, как это проявилось в решениях Рады, сказал министр, имея в виду подписанное Петром Порошенко постановление об особом статусе Донбасса. Как раз сегодня оно вступило в силу. В тексте есть положения, внесенные Киевом без согласования с другими странами. Особый порядок самоуправления в Донецкой и Луганской областях может быть введен лишь после того, как там пройдут местные выборы по украинским законам. В самопровозглашенных народных республиках назвали это условие неприемлемым. В Донецке сегодня открыли два памятных знака. Один в центре города, на месте, где прошлым летом погибли мирные жители, целая семья. Там вскоре появится мемориал жертвам обстрелов. Еще один знак установлен близ развалин Донецкого аэропорта, где несколько месяцев шли ожесточенные бои. В основание заложены капсулы с землей, привезенные из разных городов героев. Крест с табличкой, дань памяти всем защитникам города, среди которых около сотни ополченцев, погибших именно в этом районе. Первые удары по аэропорту украинские военные нанесли еще в конце мая прошлого года с воздуха. Затем туда был высажен десант. И затем много недель подряд приходили сообщения о минометных и артиллерийских обстрелах города. Боеприпасы, которые не разорвались тогда, не стали менее опасными для жителей Донецка. Иван Прозоров собрал историю об этом. Меня вообще подкинуло, и я упал. И все. А потом я не мог проснуться. А меня мама разбудила. Первое, что увидел Илья, когда очнулся – кровь. Мина-ловушка сработала рядом, когда он с мамой и младшей сестрой шел по лесу. Врачи потом сказали – все родились в рубашке, остались живы. Девочка не пострадала. Маме осколком пробило ногу. Илье оторвало половину пальца на руке. Мне вчера делали операцию. Там еще вот так вот. Пол пальца тоже нет. Пропустно. И всю ночь мучился. Вот сегодня. Лес за Петровским районом. Почти что минное поле. Горожане знают – там опасно. Но они вынуждены туда ходить. Нужны дрова. Там пропал знакомый семьи Ильи. К нему они переехали, когда их район ожесточенно обстреливали. – Дедечка, который нас приютил, он больной. Плохо слышит с детства. Он пошел за дровами. У него уже где-то два дня. Вчера поступил еще один пациент. Александру оторвало пол ноги. Под слоем земли он не заметил неразорвавшийся снаряд. Рассказывает – сегодня должен был выйти на новую работу. Сколько теперь проведет в больнице – неизвестно. Успокаивает пожилую мать как может. – Протест поставят. Позитивную настрою. – А зачем рассказать, вынувать? Зачем? – Да, руки есть, голова есть. Детей по дому. Уже вторые сутки мама не отходит от сына. Ненадолго отлучается в коридор, где можно не сдерживаться. – Чужие люди сказали. Он вообще не хотел говорить мне. – Говорит, вот царапина. Приехала. Какая царапина? Пол ноги нет. До сих пор у меня дрожки дают. Восточные районы Донецка самые опасные. Здесь не осталось целых зданий. Дороги разрушены. Работы для саперов достаточно. На окраинах Донецка до сих пор лежит очень много неразорвавшихся боеприпасов. Этот снаряд местные жители обложили кирпичами, чтобы было видно издалека. Не подходи. Опасно. Ополченцы советуют горожанам быть максимально бдительными и осторожными даже на пороге собственного дома. И уж тем более не уходить в лес. Там очень много неразорвавшихся снарядов и минловушек, которые среди деревьев в траве заметить практически невозможно. Ополченцы квартал за кварталом расчищают улицы. Сегодня с самого утра жители всех районов города вышли на субботник, чтобы собрать с улиц осколки и мусор. Скоро потеплеет. И они надеются, что трава у дома затянет землю, изрытую снарядами. Мусор пособирали все три этажа. А теперь вышли. Кто остался, во всяком случае, на весь подъезд. Они надеются, что соседи вернутся. И на их земле снова наступит время, когда можно выходить на улицу, не опасаясь за свою жизнь. Иван Прозоров, Дмитрий Белов, Дмитрий Зельвянский, Рушан Умяров и Марина Елисеева. Первый канал. Донецк.